отриятие жемчужное жерелье хорошо хоть не бриллиантовое девчонки вам зайдет или мальчишки, которых хотят для девчонок провести впечатление хочется сказать, да, с фантастич это в другом кино будет или не будет посмотри, музак это мужик или мудак слушай, да взяли, скрестили мужика вот, и получился мужак кстати, это снимается потом возьму, бэкстейз выложу а это я думаю, скажу астра, я за рулем и случайно сделал глоток может, я останусь привет вот я просил дедушку мороза просил, дедушка мороз в виде черского говорил мне Юдич, тебе нужно снимать дегустацию с девушкой и вот, видимо, он колданул и появилась прекрасная девушка на самом деле вот так, да? да, да, да на самом деле это девушка моя хорошая, очень знакомая можно сказать, мой друг специалист в вине который знает даже больше, чем я о, да что ты ну вот, это астра привет, друзья преподаватели не знаю, как с чего начать с эмилье в первую очередь даже можно сразу всю твою жизнь рассказать потому что ты начала как с эмилье потом стала давать какие-то дегустации проводить потом сделала свою школу в инстаграм у тебя очень много подписчиков есть школа астровайн она так и называется вот это курсы для любителей то есть это важный момент то, что школа это для любителей то есть это не какой-то там профессиональный курс это курс для тех кто хочет разбираться в вине и стать чуточку ближе к нему ну не знаю какие любители на самом деле после астры выйдут большие профессионалы потому что на самом деле это скромная девушка по образованию еще и юрист и она может будучи адвокатом так вас, так сказать отделать, что мало не покажется поэтому поверьте мне с точки зрения образования она тоже подходит досконально ее так называемые любительские знания они гораздо могут оказаться прочнее и фундаментальнее чем нелюбительские продолжайте продолжайте так, астры, смотри что мы сегодня придумали после нашего первого ролика про игристые спасибо за лайки у нас были запросы по креманам я помендуя что раньше было достаточно много креманов недорогих я подумал что это такая штука мы как будто бы ищем альтернативу шампанского вот я сейчас заходил шампанские дома от 3000 начинаются такие какие-то малоизвестные какие-то серьезные уже 5 а типа премиум дома они там 10 очень серьезные дома уже уехали из России да, да ну попадаются еще остатки ну так поэтому мы как будто бы ищем альтернативу наверное одна из таких явных просящихся просящихся альтернатив шампанскому это так называемые креманы не забывай что нас смотрит самая широкая аудитория поэтому пока я буду открывать бутылку ты начнешь рассказывать про креманы я предлагаю начать вот у меня смотри есть два производителя я их взял в Ашане авиапарк и наверное как мы мы розе в конце попробуем розе в конце я думаю да давай тогда мы начнем с белого вот этого леопольда леопольда лимана это креман де бордо друзья что такое креман это у нас игристрое вино сделанное классическим методом классический метод вы рассказывали про это я расскажу ну повторите еще раз то есть в любом случае это когда мы делаем с вами игристрое вино методом вторичной ферментации бутылки то есть две ферментации сначала мы сделали обычное вино а дальше уже мы вторую ферментацию получаем в процессе второй ферментации получаем игристое вино с пузырями. И вот когда мы делаем шампанское, когда мы делаем каву, когда мы делаем креман в том числе, ну и франчикорту, например, тоже. Все эти игристое вина делаются вот этим классическим шампанским методом, когда вторичная ферментация происходит в бутылке. Это более сложный, более трудоемкий метод. Вот. И поэтому, наверное, вина, который получается... Получается вкуснее. Просто вкуснее. У нас обязательно должны быть вторичного брожения ароматы. А с другой стороны, знаешь, вот мы с тобой говорим вкуснее, а вот те, кто любит просека, скажут нам, а вот мне просека вкуснее в тысячу раз. У нас была как раз первая наша дегустация. У нас просека обошло там каву, но просто это все подбиралось только из красного и белого. Поэтому там было, конечно, ну не самый там топ прям там этих напитков, скажем так. Кстати, да, кстати, я взял, не удержался, взял. Давай, а ты, смотри, у тебя прям рядышком. Да, я подготовилась. Ну, я знаю, ну просто оно теплое, видишь, это я виновата, виновата я. Ну ладно, хорошо, не красная. Так, ну мы с тобой же профессионалы, поэтому мы можем и теплое пить или дегустировать, что мы будем. Ты все можешь. Смотрите, обратите внимание, вот приехал в гости к человеку, какие бокалы шикарные, какая классная игра в них вообще. Да, это бокалы Штольцлер. Как они чисто вымыты. Штольцлер. Штольцлер. С умляутом О. Соответственно, читаешь. Слушай, я потом коробку сфотографирую и покажу. Ой, замечательные бокалы, я их обожаю. Они вот под любые игристые, но особенно классический метод, прям шикарно, потому что вот если посмотреть, тут прям такой красивый жемчужный перляж. Просто, ну вот посмотри. Ну, то есть вот это вот такая просверленная, просверленная, как будто бы вот это углубление, да, здесь, но она не просверленная, бывает еще просверленная. Да, да, да. Вот тогда и, ну все равно, чем вот эта вороночка уже и длиннее, тем вот этот перляж, он красивее и вот они прямо от него начинают подыматься. Да. Такой как бы, как называется, молекулы ДНК, да, прямо они так перекручиваются между собой. А приятное жемчужное жерелье. Хорошо, хоть не бриллиантовое. Жемчужное еще потянуть можно купить, если... Кстати, перляж тут безумно красиво. Вот реально идут такие красивые-красивые ниточки. К сожалению, вот не видно на камере, но поверьте нам, это очень красивые такие вот прям нитки. Так, ну и пока, а я знаешь, Васька слушает, да ест. Пока ты говоришь, я уже чуть был глоток не сделал, ну давай мы с тобой пока про аромат поговорим. Да. Мне прям в первом носе уже прям очень нравится, на самом деле. У меня персик какой-то, такой не спелый, не зрелый персик. Ну, для меня в первую очередь здесь лизатные тона идут, вот они, тона выдержки классические. Да, да, да. Ну, чуть-чуть есть такого хлебушка. Да, ну они прям не супер там какие-то крутые. Не поджаренный тост, но вот чуть-чуть хлебные, дрожжевые такие оттенки есть, да. И уже сквозь него пошел фрукт. Мне кажется, что он такой, да, белое яблоко, белый налив. Груша. Груша? Да, груша. Прям дюшесная нота сейчас пошла. Ну вот. А ты, Астру, услышишь такого, что и сам не найдешь. Груша услышала. Ну, давай, Аструш, я рад тебя видеть. Я тоже рад тебя видеть, Юр. За игристой за встречу, да? Ну, за наступающим или там, он уже совсем близко. А сегодня же еще у нас католическое Рождество. Ого-го. Ну, давай, со встречей. Рад тебя видеть. Ну, по структуре простовато чуть-чуть, да? Да, кислотность высокая. Кислотность хорошая, но она цепляющая такая. Мне кажется, она еще такая гастрономичная. То есть вот с этой кислотностью хочется какую-то... Чуть-чуть минеральность даже есть какая-то здесь. Ну, рот быстрый, да, такой очень короткий рот. Ну, да. Мы уже стали говорить профессиональными терминами, а люди нас могут не понять. Короткий рот. Короткий рот. Ну, так, если прислушаться, вообще, конечно, бред получается. Какой короткий рот, люди думают, что там у них там на уме? Послевкусие короткое. Давай так. Нужно быть в колпачках, ну, прямо аж жарко стало. Вот, слушай, ну, неплохо, ты знаешь. Вот, и не похоже, главное, не на просека. Вот, нет такой прям яркой, такой свежести, но здесь вот эта кислотность, она больше близка, ну, не к молодым каким-то вот фруктам, а как будто, знаешь, ну, уже такие зрелые. И, ну, ты права, наверное, гастрономичная, да. Да, мне кажется, при хорошем охлаждении вообще по гастропарам, мне кажется, тут очень интересно пойдут разные салаты, закуски из рыбы. Тут такая кислотность, можно прям вот жирненькую рыбу, вообще прекрасно. Жир, кислотность работают замечательно. Холодец. Да, даже холодец. А что ты смеешься, на самом деле? А что, извините, у меня был опыт... Дегустирование холода согрестим? Да, да, да. И как оно? Очень хорошо. Вообще, я вот тоже... Ну, это же умами холодец. Да. А умами под любую кислотность хорошо заходит. Охолодец это чисто умами и вообще... Я тут недавно у себя в блоге выкладывала как раз сочетание то, что... Ссылка на блог Астры в описании канала. Вот, кстати, я дам на Телеграм ссылку тогда, на что-то еще там, на запрещеночку. На запрещеночку можно, на инстаграм прекрасно. Хорошо, ладно, посмотрим. Да, вот, я как раз писала у себя в блоге, вот в запрещеночке как раз, о том, какие интересные игристые вина у нас сочетаются с блюдами традиционного русского стола новогоднего. Вот, и как раз говорила про холодец, про заливную рыбу, про все вот эти интересные истории, жирненькие бутерброды, оливье, про все про это говорила. И, в общем, любая игристая кислотная история, она очень хорошо работает с жирными разными закусками. Поэтому вообще прям с удовольствием дегустируйте. Ну, жалко выливать, кстати, он достаточно долгий, да, согласись? Да, и он... Вот сейчас хлебушек пошел такой. И сейчас хлеб, и яблочки. Мне кажется, вообще сейчас вот какая-то такая... Да, я тебе сразу сказал про яблочки. Да, яблочки. Яблочек даже больше сейчас стало, чем дюшесных оттенков. Дюшес уже чуть ушел, а вот яблоки прям такие кисленькие, кислые яблоки. А может быть даже печеные, нет? Нет? Нет, у меня кислые. Кислые. Просто у меня печеные яблоки, это в шампуле. А если, смотри, а если на гренку намазать яблочное повидло? А, ну что за красота. Так, если мы так... Бутылка у нас на 2 часа растянется. Так, давай, смотри. Теперь у меня есть, на самом деле, вот эта штука, риттиман. Я купил его в ленте. Он стоил там меньше тысячи, я там картинку дам. Кстати, там забыл сфотографировать ленту там из сайта. Вот, но на самом деле... Кстати, ты знаешь, я ставлю оценки по собственной шкале. Какая у тебя интересная шкала? У меня шкала очень простая. У меня, значит, пятибалльная шкала. Ну, примерно, да. Значит, у меня... Салфетки подготовил? Да, да, да. Ну, тёплые, что поделать. Ещё я там ехал в машине, пока до тебя доберёшься, на край земли твой. Да, Юргерой, он добирался ко мне вдали-дальние в Реутов. Мне кажется, вообще мало кто доезжает на полпути. Цель была такой большой, серьёзной. Да. Добраться до Астры. Вот, и... О чём я начал рассказывать? По свою шкалу. Да, шкала. Цапелек тут меня вообще тут разгромил, вообще, говорит, у тебя там шкала, что за шкала. У меня пятибалльная шкала. Да. Ну-ка. Но, значит, там смысл какой. То есть, на самом деле, всё, что до четырёх, там, фактически, нет там разброса. То есть, единица-два – это вообще не вино. Ну, да. Три – это вообще пить невозможно. Ну, короче, нет смысла разбираться в сортах. Вот. Три с половиной, дальше идёт четыре. Вот четыре – это, типа, бронзовая медаль, это просто, ну, нормально, хорошее вино. Четыре... А дальше идёт шаг три. Десятых. То есть, следующий. Четыре и три – это очень хорошо. Угу. Четыре и шесть – это очень-очень хорошо. Угу. Четыре и девять – это почти идеально, как бы, там, близко к этому. Опять это почти... Почти то. Нормально. Слушай, ну, у нас сегодня всё вообще льётся, надо было охлаждать. Да. Ну, я, на самом деле, наверное, виноват, что я его там прижимаю немножко. Вот, приберёмся здесь. Да. Ну, оно просто тепловатое у нас. Ну, мы дегустаторы, мы, как бы, извращенцы, всё тёплое любим. Так. Так, расскажи пока про Эльзас. Да, Эльзас. Ну, что у нас там, основные сорта какие. Вообще, клеманы в Эльзасе делаются, в основном, конечно, из риса. Мислинга чаще всего. Вот, поскольку Эльзас – это такая территория очень интересная. Эльзас – это интересная территория, которую Франция отжала у Германии после войны. Ну, ты знаешь, там столько разных историй было. В 19 веке сначала Германия отжала у Франции, а потом Франция. И, в итоге, в общем, по итогам Первой мировой, Эльзас остался у Франции. Ну, кстати, сами французы Эльзас признают немножечко не своим. То есть, вот такой вот отщепенец. Вот, но если вы посмотрите вообще на вины региона Эльзас, то они даже по своей стилистике немножко не похожи на всю остальную Францию. Ну, вот, естественно, там и климат другой, и сорта другие, винограды растут. Ну, да. Ну, как бы в основном здесь, конечно, стилистика такая послаще, кстати. Даже, кстати, в носе уже. Да? Угу. Он такой менее сухой, такой сразу... Ну, мне, на самом деле, вот это больше нравится стилистика. Крем-брулет. То есть, если то было кислое яблоко, это сразу вот аромат сладкого яблока, да? Да. Такого, может быть, даже чуть-чуть с краснотой. А что у нас конкретно? Ну-ка, почитай. Так. У тебя глазки молоденькие, видят хорошо. А, у нас здесь сорт винограда шардоне. Интересно. Кстати, шардоне является одним из разрешенных сортов винограда в Ильзасе. Да, здесь стопроцентно шардоне, представляешь? Блан-де-блан получается, по сути. Да, да. Слушай, ну, это, кстати, такая редкость, мне кажется, да, если есть шардоне, эльзасский кремон. Да. Ну, и, кстати, ну, мне пока что в носе очень даже нравится. В основном... Кстати, возвращаясь к системе оценки, тогда, ну, давай все продегустируем, а потом я все свои оценки скажу, хорошо? Хорошо, давай. Ты там... А ты по 100 баллов скажешь. Да, тут прям нос чуть-чуть слаще. Здесь вот какой-то крем-бреле чувствуется, и сладкие, и яблоки. Он, во-первых, комплекс не как будто бы сложнее даже, да, согласись. Ну, вот видишь, когда стопроцентно шардоне, все сразу становится понятно. Кстати, вот... Мерседес есть Мерседес, да, шардоне есть шардоне, понимаешь? То есть, а вот наш первый образец, это ассамбляж, тоже чисто бордовских сортов винограда. Здесь Симеон, Мерло и Каберне Фран. Симеон – это вот бордовский белый сорт винограда, из которого делаются большинство белых сухих, сладких, и вот игристых тоже. Остальные сорта, как вы знаете, темнокожие. Темнокожие, да-да-да, красные. Так, что с нашим вином? Слушай, ну я на самом деле, мне настолько нравится нос, что я даже с носом бы посидел еще, честно говоря. Да, слушай, а ты чувствуешь, вот хоть это и не рислинг, здесь его даже нету, но как будто какая-то вот, не то что даже бензольная нота, но вот какой-то воск, немножко воском пахнет. Ну, вот что-то, да, ну как будто бы стиль немножко немецкий, да, вот такие вот их. Да. Зектовый такой, знаешь. Чисто эльзаский, да. Эльзаско-немецкий, и еще можно тут сюда Тироль приезжать. Хочется сказать, да, с фантастиш. Это в другом кино. Да. Будет или не будет. Ну что, пробуем? Ну что, глоток, да? Да. Мммм. Мммм. Класс вообще. Да, здесь кислотность поменьше. Меньше. Ну, может быть, она, кстати, вот, ты знаешь, очень часто бывает, что структуры именно не вот количество кислотности, а вот ее качество. Да. То есть здесь может быть, например, тетруема, это такая же, да, а структура совершенно другая. Она чуть-чуть плоская, но от этого она как будто полнее раскрывает. Да, это правда. А ты заметила, что здесь такая легкая-легкая горчинка в послевкусе? Да, есть, чуть-чуть, чуть-чуть. Но она очень малослышимая, но она как будто бы даже, я бы назвал ее благородной. Да, она классная. Она такая аристократическая. Какая-то, знаешь, как будто ореховая, что-то ореховая, вот какая-то горчинка, что-то миндальное. Ну, да, да, знаешь, как будто вот, когда вот, например, ешь какой-то орех грецкий или миндаль, ну, миндаль даже еще горче. Да, да. Такое чуть легкое, такое ореховое послевкусие, чуть-чуть вяжущее, да. Угу. Очень, кстати, очень приличный кремонт. Да, классный. Очень приличный. Я не ожидала от него. Да, да. Ну, ну, как бы это такая, ну, это, а это похож на блан-де-блан обычные или вот все-таки? Ты знаешь, нет. Мне кажется, тоже, да, вот это не блан-де-блан социлистика, да, то есть это скорее, наверное, она ближе к зектум, да? Вот. Я бы вслепую, мне кажется, сказала бы, что это какая-то вот история ассамбляжа Рислинга и Шердоне, возможно. То есть вот какая-то рислинговая нота здесь есть. Ну, просто, наверное, рядом росли грядки Шердоне и Шердоне. Да, да, да. Я бы чуть-чуть набрался от него этого всего. Да. Ну, может быть. Вот. Ну, кремонт, кстати, отличный. Очень, очень тонкая, тонкая работа. И я думаю, что люди, которые это купят, они не проиграют. Да. И опять-таки, вот сравнивая с моей первой дегустацией Просека, это совсем другой стиль, это более такой, как бы, аристократичный, благородный. Это уже, как сказать, то, с чем можно, как говорится, выходить в свет. Знаешь, про кремонт я всегда говорю так, что французы придумали то, что как отличить любое другое игристое вино из Франции от шампанского. Мы все, ну, большинство людей путают шампанское с игристым, да, потому что любое шампанское – это игристое. Но не любое игристое, это шампанское. Это вот прямо запомните как мантру. Вот. И единственные, кто не нарушает французское законодательство, это французы, которые назвали другие игристое из других регионов креманами. Вот. И делаются совершенно прекрасно. Я считаю, что вообще это одна из лучших альтернатив шампанскому. Вот если нет денег на шампанское, берите креман. Или российское, что я считаю. Ну да, или Россию, кстати, Тимилион вообще. А у нас, слушай, ну так, бренды тут не упоминаем. Ой-ой-ой. Мне Левкадия не платит за это. Да я шучу, конечно. Знаешь, на самом деле я что хотел сказать, что у нас-то, вот, понимаешь, как раз таки не придумали название. Мне кажется, мы за это устрадаем. Да, конечно. Потому что если бы, например, для нашей классики было, ну, ты вот назвала, Тимилион, Новый Свет, шикарная классика, дровеньи делают отлично. Поэтому, в принципе, и дровеньи, извините, он стоит, сейчас вот я проходил, 600 рублей все равно на полке стоит. Да, дешевый. И он, ну, ну, соотношение цена-качество шикарное на сегодняшний день. И это можно вообще, так сказать, ну, конечно, это тоже достойный продукт вполне. Вот. Ну, я говорю просто о том, что если бы мы как-то вот консолидировались, нашу классику как-то назвали бы российскую. А ты знаешь как? Вот мы сегодня с тобой помимо креманов будем сегодня дегустировать еще каву. Вот мне, ты когда начал говорить про то, что мы не консолидированные, вот у кавы очень интересная история. Они, когда начали, вошли в Евросоюз, они начали продавать свои вины по всей Европе уже и по всему миру. Им сказали, надо придумать какое-то классное название. Они взяли, подсуетились и быстро придумали кава. А кава – это просто погреб. Это погреб, да. Кав – погреб, в котором выдерживаются игристые. И все. Нам просто пока еще не светит выход на… Да, представляешь, выходить на международный рынок, назвав свои напитки погреб. Погреб, да. У нас это сразу погреб… Погребок. Погребение какое-нибудь вообще. Просто в русском языке мало красивых слов. Кстати, друзья, давайте покидаем в комментариях, какие интересные названия для игристых вин из России вы бы предложили. Да. Может быть у кого-то будет классная идея. Я от себя обещаю бутылку Абрау-Дюрсо или… Да, мы почитаем комментарии и посмотрим какой-нибудь самый классный выбор. Да. Это, кстати, была целая компания. Выбирали-выбирали, так и не выбрали название для наших игристых. Так, ну давай что, следующее. Может быть, Розе, потому что вот это, слушай, вот эта штука, как называется она, скажи мне? Это у нас Креман де Римон. Да, Гранд Кюре 1531. Это вот Сеур Дарке. Сеур Дарке. Сеур Дарке. Вот. И она, кстати, на самом деле, я ее хапнул что-то за 1300, по-моему. Вот. А она везде стоит что-то 2,5. Да, да. Вот. И я думаю, может быть, мы все-таки попробуем ту Розешку, потому что она классом пониже. А эту оставим и ее будем уже сравнивать с Кавой, потому что, как бы, они примерно одноклассники по своему, так сказать, премиальности. А эта штука, ну, не знаю, в принципе, это мне тоже понравилось, но Леопольд Лимон. Кстати, вот это тоже опять мы возьмем Розе, бардошная, да? Да. Мы с тобой вот тут выливаем такой стаканчик. Прекрасно мировое. Да, да. Вот это тот случай, когда, тот случай, когда пьешь шампанское с женщиной и, так сказать, выливаешь шампанское. Игресская. Да вообще. Да и. Слушай, блин, я же писал такую большую статью вообще, когда вот был этот скандал. А, да, да, да. Я помню, кстати. Да, я там выступил против всей там прессы, потому что мы там сами себя высохли, как водится, сами все перепутали там. И на самом деле там закон не закон. Ну, в общем, не хочу сейчас сдаваться в это все. Но на самом деле надо просто говорить, как говорится, понимаешь? Вот и все. Да. Мы же говорим, что Максирахс, там Памперс, правильно? Мы же не задумываемся о том, что это зарегистрированные названия, да? Или там джип. Вот. Поэтому, ну, шампанское, ну и что? Ой, я помню, когда я училась в университете на юридическом, я про вот эту интеллектуальную собственность. Подожди. Может, у меня сразу даже бумагу там? Я уже сейчас чувствую, что она опять польется. А, давай, сейчас. В общем, короче, я помню, что я участвовала в конференции, где мы... Или пока? Подожди. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, все отлично, слушай. Да, значит, давай, да, расскажи про конференцию. Вот. И я помню, что я там как раз по праву интеллектуальной собственности, я рассказывала про то, что в России не существует классификации вин. И что вот в России там называется шампанским непонятно что. Вот. Классификация вин через полгода после моей конференции появилась. Я думаю, что это приложила свою руку. Вот. А шампанское до сих пор все-таки не перестали. Да. Игристо не перестали называть шампанским. Так, ну что, смотрим на нашего красивого. У меня что-то нет игры. У меня есть. Очень красивый. Ну, у тебя как, мне кажется, она тоже маловатенькая. Мало, да. Ну, вот, кстати, игра пузырьков была очень красивая у первого образца. Вот прям вообще непонятно. Да, да, да. И это один производитель. Ну, здесь у нас, по-моему, кафран и мерло. Да, здесь кафран и мерло. Да, как мы знаем, из красных сортов делают розовое и даже белое вино. О, такой резкий нос. Резковат. Мне кажется, немножко животные тона есть. Газики в нос, да. Или какой-то, типа, знаешь, как овечий сыр, что ли, что-то такое сырное. Сливочность, да, сливочность какая-то. А у меня, кстати, вот прям ягоды и клубники пошли. У меня пока нет. Ну, вот у тебя сливочность, потому что, мне кажется, здесь просто какая-то такая... О, пошла, пошла такая чуть перезрелая клубника. Да, да, клубничка такая. Полежала. Перезрелая такая, что-то же подмягшая такая, да? Да, да, да. Полежалая клубника. Ой, слушай, ну так она интересная очень. А представляете, в зимнем холодным вечером в стужу клубника, вот эта розешечка вообще, просто чудесно. А мне кажется, еще сливки, хорошая компания. Не зря я ехал в Реутов, в Кастре. Да. Слушай, а тут еще какая-то смородина красная, какой-то кисленький тон есть. Ну, на самом деле... Даже в аромате чувствуешь какую-то, ну, не кислотность, а вот реально кислый тон. Слушай, ну, это штука, которую вот можно разбирать, разбирать, вот сидеть, как-то там ее анализировать. И, в общем, она приятно удивляет, она тоже где-то там в районе 800-900 рублей, там до 1000, но очень неплохой уровень. Конечно, это не розовое шампанское, да? Кстати, классики здесь не чувствую совсем. Ну, здесь просто ягодных оттенков много. Ну, видимо, ягоды как-то превалировали. Мне кажется, тут просто стилистика такая, стилистика розового вина, чтобы вот оно было такое легкое, не навязчивое, с ягодками, со всеми прочими. Скажи мне, а у них выдержка в бутылке как-то регламентируется у креманов? У креманов 12 месяцев. Это прям и все? То есть нет там резерва, гранрезерва? Ну, они могут делать, но вообще у них 12 месяцев. Обязательная выдержка минимум 12 месяцев. Вот. А дальше уже там по усмотрению производителя. Да. И в регионе там. Ну, а сортовой состав везде тоже свой. Кстати, ты знаешь, что креманы не только во Франции делают? Оказывается. Ну. Еще делают креманы в… Ну, если так разбираться, то игристы по классике делают еще много где-то. То есть ты имеешь в виду, что называют креман? Да, называют креман. В Люксембурге. Люксембург, да. Я там был. И я, кстати, хотел купить его. Бернард Массар. Вот это. Бернард Массар. Да, я у них был на хозяйстве. Да, серьезно? Да, да. Причем, сейчас тебе скажу, это была моя вообще последняя поездка за границу до начала всей этой истории. Было в прошлом году, весной. У нас был Мондиаль де Брюссель, был в Люксембурге. А, я помню, ты даже рассказывал. Да. Я был на Бернард Массаре. Мы сидели, у них такая веранда там. Ты смотришь, а это музель течет там, река. Вот мы пили вот это шампанское, прошу прощения, креман. Креман. Кстати, когда я сейчас в ленте, я увидел только ценник Бернард Массар. Я даже хотел его купить, хотя он там две тысячи стоит, а я искал по тысяче. Вот, но его не было, его раскупили. Потому что на него там какая-то была акция, но он вообще очень классный. Да, он крутой. Он суперский вообще просто. Но они называют его креманом, но с точки зрения международной классификации, мне кажется, это неправильно. Да? Почему? Ну, потому что креман только во Франции как будто бы. Нет, 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 нет. Вот как раз, как я об этом узнала, я готовилась к конкурсу с Эмилье к очередному, и был такой вопрос, делаются ли креманы где-то в других странах. Астра на самом деле еще умудряется сама участвовать в конкурсах. Как говорится, любой учитель правильный, он должен еще и учиться сам. Да. А в нашей сфере, мне кажется, вообще учиться и учиться, да? Астричка, она учится обязательно и всегда. Спасибо. Вот и учит, и учится, понимаете? Так, ну что, давай попробуем с тобой? Давай. Ну, у меня что-то совсем не газированное. Да, у меня тоже вообще нету, вот покалывания на языке прям нету. И провалилась кислотность куда-то. Угу. Кислотности мало. Ну, в принципе, явно кислотности не ожидали. Конечно, я расстроился немножко, потому что он немножко такой, знаешь, как будто уже то ли подокислен, как будто он чуть-чуть схватил где-то кислорода. Нет? Нет такого ощущения? Нет, мне так не показалось. Мне просто показалось, что он сделан вот такой вот очень няшный. Ну, он просто сделан как будто бы розовое вино такое газированное. Ну да, да. Вот. Ну, за аромат мы ему простим, такой вкус не очень такой. Да, у него аромат, мне кажется, вот для такого широкого круга потребителей, которые любят вот какие-то интересные фруктовые, ягодные оттенки. Да, да. Ну, это прям вообще девчонки. И вам зайдет. Или мальчишки, которые хотят для девчонок произвести впечатление. Вот. Но в нашем рейтинге пока все-таки об это разы на последнее место поставили. Ну, я тоже так думаю. Мне вот прям не хватило кислотности, потому что я все-таки, когда дегустируешь игристое, хочется кислотности. Игристое подразумевает в себе вот прям какую-то такую злотность. Ты знаешь, мы все время говорим кислотность, а очень многие люди, вот, ну, у меня даже в комментариях, люди-то разные смотрят, в том числе люди, которые вообще не понимают, что мы находим, находим вот в этой вот кислотности, так называемой. Им кажется, что кислые. Да вы что, не хотим. Вообще, ну, вот смотри, нормальное животное любое, ну, мы же как будто животные. Да, мы животные. Пока, да. Вот, значит, для них кислое – это испорченное, а горькое – это отравленное. Понимаешь? То есть, и кислое, вот, они как будто должны шарахаться от него, да. То есть, а ищут люди не кислое, а они ищут свежее. А потому что в свежем, то есть, она сохраняется. Понимаешь? То есть, если есть кислота, значит, есть свежесть. Поэтому я избегаю очень часто упоминать кислотность, когда вот обычным людям рассказываю про вино. Ну, да, я понимаю. Я обычно говорю про структурность, про свежесть. Вот так. И тогда людям становится понятнее, потому что я всегда говорю, знаешь, вот как бы, вы возьмите помидор, да. Вот помидор – это мой любимый, кто такой, овощ или фрукт. Вот, на мой взгляд, помидор – это не овощи, не фрукты, это просто отдельное такое… Отдельное. Да, ветвь развития ботаническое. А я вот грибы так люблю. То есть… Да, нет, нет. Вот смотри, в грибах такого нет. То есть, в помидоре должна какая-то сладость быть, кислость. Вот все вместе. Вот это вот дает ощущение настоящего натурального фрукта. И я… Поэтому мы как говорим там… Ну, я говорю, вот мы взяли вот это разе, раз вкус, а оно плоское, понимаешь? А ты-то понимаешь, что это плоскость от отсутствия кислотности? Да. А люди не понимают. Для них, как бы, если не кислое, то лучшее. Но им тоже это не понравится, потому что оно… Оно, как бы, нет структурности, свежести в нем. Ну, да. Да. Вот если, например, в него добавить, как обычно делают еще экспедиционный… Какой у нас добавляют? Ликер. Ликер. Да. Да, то оно будет, как бы, тоже невкусно. А если в то добавить, оно будет вкусное, понимаешь? Будет сладкое и вкусное. А это будет не сладкое и не такое вкусное, как то, понимаешь? Вот в чем баланс. Да. Вот, ну, прости, Аструша, что я тебя перебил. Это что-нибудь страшно. Так, ну что, давай за наш топчик примемся. Давай, да. Вот, ухватил вот этот Грэмандо Лему. Давай расскажем про то, что… Ну, ты расскажи про Лему, а я пока буду открывать, потому что, как выяснилось, это небезопасная история. Наготове наши салфеточки. Да, давай. В общем, Грэмандо Лему. Я просто, когда дегустации провожу, я каждый раз задаю уже там вопрос. Как вы думаете, где возникло игристое, где первое игристое сделали? Все говорят, шампанское, шампань, шампань. Ну, конечно же, все знают, что Долго Риньон придумал первое игристое, тра-ля-ля. И каждый раз я им рассказываю эту замечательную историю, что в 1531 году придумали впервые в регионе Лему. То, что мы сегодня сейчас с вами будем дегустировать. Первое игристое вино. И сделали они его методом ансестра. Это вообще вот метод очень интересный, когда происходит только одна ферментация в бутылке. И она происходит как раз именно в бутылке. Вот. И, по сути, мы получаем такое игристое вино, слегка подниматое. Оу! Все, стрянуло, но не ухи улицу. Все, праздничный. Сегодня я вообще, наверное, я просто волнуюсь, астрат, встреча с тобой и у меня все не получается. Ты должен меня подбодрить, поддержать. Подбодряю. Можешь выпить два глотка. Хорошо. Спасибо. Вот. Так что мы сейчас с вами, по сути, дегустируем вино из региона, который впервые в 1531 году придумал вот эту вот игристую историю. Вот. И они, кстати, здесь вот этот производитель на своей этикетке прямо пишут. Видишь? Гранд Кюве 1531. Они прямо указали год. Год сюда. Ого-го. Молодцы. Ну, это Ленгидок Руссион. Да, это Лемуу. Лемуу как раз регион, который находится на юге Франции. Это в Ленгидоке. То есть это такой маленький региончик, который находится в большом регионе во Франции, на юге в Ленгидок Руссионе. Мы, кстати, были там пару лет назад. Это была одна из моих предпоследних поездок в Европу. Мы заехали в Лему. Женька с нами была. И, в общем, дегустировали. Мне кажется, мы полдня у них там потеряли. Каждый винодел показывал свои просто лучшие кюве. Вот. Кстати, что помню, дегустации все бесплатные были. У французов на юге бесплатные дегустации. Ребята, все ломимся на юг Франции дегустируют. Да. Которые граничит с этой Францией. А испанцы платно проводят. Представляешь? Ой, ну вот. Слушай, ну самый первый нож, конечно, очень такой прям насыщенный, сложный. Да. Да. Пока даже еще как будто, знаешь, только взошедшее тесто. Или там, не знаю, там пирог какой-то. Дрожжевой такой неприятный. Полные каких-то ожиданий вот его дальнейшего развития, его вкуса. И я чувствую, что вот ты просто наливаешь этот напиток в бокал, подносишь к носу и понимаешь, что впереди у тебя классное совершенно времяпровождение с этой бутылкой. Да. Вот это действительно есть за что, как говорится, его ожидать. Ребята, Ашан авиапарк. Так я сейчас посмотрю фотографию, чтобы как бы не наврать людям, потому что вдруг я ошибся, ребята. Это что-то, что-то я как-то его прям так, прям хапанул-то недорого, честно говоря. Да? Ты фоткал? Ну, конечно, я фоткаю. Я всегда все фоткаю. Нет, в ту сторону, кажется. Это видео. Нет, нет. Вот он. Вот. Видишь, да. Ой, какая приятная цена. То есть он регулярка, у него была 1900, сейчас 1300, да. Ну, просто у поставщика, я знаю, он стоит вообще там около трешки. Это то самое чудо, когда поставщик может купить в сетях собственное шампанское, собственное игристое и продавать сам себе. То есть как в природе нет вечного двигателя, а в экономике есть, понимаешь? То есть можно все время покупать, покупать, продавать. Что ты здесь чувствуешь? Бегом, бегом в Ашан авиапарк, скупаем Креман де Лему, вот, и вообще радуемся жизни. У меня прям вот здесь сладость какая-то. Ну, вот знаешь, не пошлинка какая-то. Ну, я бы его вообще только нюхал бы, наверное, полчасика, потому что здесь как раз вот дюшеса много твоего, которые ты говоришь. Да, дюшеса много. Слушай, а что у нас с сортовой группой, скажи мне, радость моя? Здесь у нас, насколько я помню, шардоне должен быть. Да, шардоне, насколько я помню. Да, шардоне 70, шенен блан 20 и замечательный сорт Мазак, 10%. Мазак – это как раз местный лимушный сорт. Он еще по-другому называется бланкет. И есть даже игристые вина. Бланкет. Бланкет я слышал, а вот Мазак, вот это название, я не знаю. Мазак его как по-разному называют. В общем, нос. Так, ну что, делаем глоток? Шикарный, да. Давай, пробуем. Слушай, ну, они уже у нас окончательно нагрелись с тобой. Да. Вот, но даже учитывая то, что он нагрет, но он, конечно, хороший. Да. Он тельный. Тельный. Он структурный. Ты заметил здесь вот прям вот структура хорошая такая? Да, да. Минеральность есть. Вот послевкусие такая, чуть-чуть легкая такая кремниевость. Угу. И, видимо, это все, я думаю, что это теруарность идет. Возможно. Потому что то шардоне и льзовское было другое совершенно. Вообще. Вот. Но там тоже теруарность. Да. Там тоже теруарность, но льзовская. Там мы обозначили ее более такой вот… Пышная. Да. А это такая как бы более пронзительная, что ли. И это тоже более гастрономичная история. Я уверена. И оно такое нажористое такое, оно же как шампанское хорошее. Посмотри, кстати, может быть оно подольше было выдержано. Почитай-ка. Ну-ка. Мне кажется, может они дольше насадки его держали, потому что… Это и 20-й год. Но я думаю, что здесь нет какой-то длительной выдержки. Но они здесь не написано ничего, конечно. Сдержать с сахаром, лимоном, ну… Не пишут, да? Нет. А дай-ка я посмотрю, сколько здесь сахара. А там написано? Ну, они часто пишут. Не, ну, брют он же, по-моему, до 12-ти был. 1,5 грамм. А, нифига себе. Совсем мало сахара. Да. Ну, это о чем говорит? О том, что не надо, знаешь, вот создавать за счет сахара вот эту ложную тельность, да? Потому что сам по себе виноград, он уже был достаточно хорош, вызревший. И здесь нет вот такого, знаешь, вот… Иногда производители игристых, что и говорить, грешат вот это, знаешь, такое сиротство у них. Да пораньше собрали виноград, оно такое пустоватое, и они давай туда ликера там добавим, да, или там еще там чем-то… И еще они бывают подслачивают соком, там разным там недобродом могут подслачивать, вот, чтобы вот эту тельность нарастить. А здесь, видимо, все-таки само исходное сирье, мне кажется, оно было более такое вот качественное. От этого вот, хотел сказать, слово нажористое оно такое… Я говорю, нажористое, да? Это когда вот ты вино не пьешь, а ешь, как будто бы, знаешь… Ну, вот оно, да. Мне кажется, оно, в принципе, самостоятельно. Вот мы когда с тобой говорим… Да, можно, но я бы сюда взял классный кусок судака, например, белой рыбы. Да. Такой вот томленый, ну, такой не сильно не грилевый, но в то же время и не переваренный, а такой вот, ну, нормальный чуть-чуть. Вот мне кажется, вот белая рыба сюда и может быть даже тунец сюда бы пошел, такой, знаешь, рыба, которая более такая плотная, структурная. Да, хорошо. Ну, здесь шенен, понимаешь? Да, думаешь, это и шенен дает еще такое. Мне вот кажется, да, потому что здесь, ну, там, понятно, шардоне больше, но шенен блан, он дает вот эту вот кислотность, во-первых, он дает вот это вот тело тоже много, но в шардоне его тоже хватает. Музака здесь совсем немножко, кстати, мало что известно, что дает музака. Вот. Ну, в общем… Посмотри, музак – это мужик или кудак? Слушай, да. Ну, вот что… Взяли, скрестили мужика. В таком. Вот. И получился мужак. Вот. Отлично. Слушай, ну, честно говоря, а если бы еще охлажденненькое было, представляешь, вообще супер. Ребята, бежим, бежим, пока распродажа, хватаем. Да. Да, подумают, ребята, что мы с тобой тут рекламируем Ашаны. Ну, тут же написано, мне эта компания, которая здесь на контр-этикетке, денег вообще ни разу не платила. Так что… Мне тоже. А мне кажется, она никого не платит. Они не платят. Привет. Да, да, да. Привет, дорогие. Вас очень любим. Да, очень-очень любим вас. Покупаем вашу продукцию, хвалим ее, но денег не берем. Мы честные эксперты, а не какие-нибудь там продажные блогеры. Так. Что-нибудь я такую кучу тут нагреб уже. Да. Безобразную. Да ладно. Так, ну что, у нас в гостях, среди, так сказать, торжества Франции, у нас гость из Испании. Да. Вот, как ты знаешь, это считается кава номер один в Испании. Да. Или кодорню все-таки, вот как ты думаешь, фрешенет или кодорню? Ты знаешь, мне кажется, они вот прям на одном уровне стоят. Кодорню, конечно, они поставляют двору. Но они, у них история, по-моему, более такая богатая. Да, потому что Хосе Провентоз придумал каву, он работал в кодорню и все так далее. Но фрешенет, у них просто прекрасный маркетинг. Это ребята, у которых вот просто нет такой истории, и как кодорню. Но маркетинг просто замечательный, я готова. Да. И классный мерч. Да. Значит, да, я просто хотел, знаешь, я еще подумал, почему я купил фрешенет, потому что в первую дегустацию у нас была кава, и она выступила не очень. Ну, в целом, команда Испании. Ты решил взять крутой. Да, я решил взять все-таки бренд, чтобы, ну, понять, насколько все-таки кава, ну, эталонная кава, она лучше. Ну да, правильно, молодец. Вот, ну, все-таки я считаю, что фрешенет эталонная кава, к тому же я когда-то работал в компании, которая была эксклюзивным дистрибьютором фрешенета. Дай мне, пожалуйста, салфетку, я пробку не могу что-то выкрутить. Оп. Оп-оп. Хоп-хоп. Опа. Красота. Посмотри, какой дымочек. Хоп-хоп-хоп. Да. Это у нас с азотом, да, они обескислоруживают, и от этого вот такой вот дымок. Да, да. Так, это выливаем мы, как нам не жалко выливать нашего друга из Лему. Да, просто не так. Так. Только немножко тут беспорядок, ну. Ну, у нас такой вот... Турческий. Творческий. Да, творческий. Беспорядок. Что с перляжом? У меня, знаешь, есть такое ощущение, что мы немножко бокалы уже засалили или как-то, не знаю, может быть, из-за бокалов, потому что у меня вообще не переляжет, понимаешь? Нет, у меня нормально переляжет, не знаю. Ты там что, бокал, чашу лапаешь ее? Ну, я не знаю. Ха-ха-ха-ха. Я не лапаю. Я, вот видишь, аккуратно не лапаю. Да я хоть чашу полапаю, никого больше нельзя лапать. Да. Так. Ну, мне нравится. Нет, здесь прям красивенький переляж. О, совершенно другой характер, понимаешь. Сразу другой. Вообще другой. Ух ты, тут порох такой, ты чувствуешь? Порох в пороховницах. Да, прям какой-то порох. Ну, это не знаю, может быть, это серный к этой истории, нет? Да нет. Думаешь, такая минеральность прямо ярая? Почему нет? У кавы минеральности вообще ничуть не меньше, чем у того же тренда. Ну, нос такой дерзкий сразу, он прям, да, очень такой интересный. И такой прям, вот, мне кажется, он очень хрестоматийный для кавы, именно для кавы. Но тут сортовой состав совершенно другой. Друзья, у нас кавы делаются из сортов винограда местных, мы называем их автохтонными. В регионе Пенедес это Шарельо, Паральяда и Макабео. Три сорта винограда идут в основу кавы. Да, Макабео еще виура называют. Да, Макабео это виура. Ой, какие прекрасные тихие вина делаются из виуры, выдержанные. Да, да. Ля-ля. На самом деле, да, есть расхожее иногда такое немножко пренебрежительное отношение к испанским автохтонам, я встречал, вот. Но на самом деле попадаются очень интересные образцы. Ой, да. Мне кажется, Испания еще покалит. Ну, у меня прям порох в носе. Прям очень яркий аромат пороха. Да, ну это вот, ну назовем это минеральность, потому что порох это будет, люди испугаются. Ну, да, да. А от другой стороны, эта фраза, ты еще пороха не нюхал. Да. И каву, иди попробуй каву. Ты еще пороха не нюхал. Покупай каву, отпрашивай. Ну, при этом такой вот густоты все-таки вот этих ароматов хлебных нет, как в предыдущем игроке все-таки. У меня сладости больше. Да, сладости и минеральности. То есть сладость и минеральность. И, на самом деле, вот сейчас пошла вот печенность, но она легкая, не такая прям заполняющая. Ну, вот, конечно, вот эта дерзость такая, она как бы сразу прям тебя захватывает и хочется сделать сразу прям поклонником этого напитка. И я еще хочу сказать, что я очень любил Гордон Негро. Вот это, да, вот это Гордон Негро. Там, значит, есть две было у нас кавы. Фрешенета белая и, значит, карта Невада была. Светлая такая матовая бутылка. И это. Это мы называли между собой Гордость Негра. Вот. А то, я уже не помню как, но тоже как-то называли. Прикольно. Прикалываясь над ней. И вот Гордость Негра, она всегда считалась круче. Да, она самая крутая, считается. Да, да. В линейке. Ну, еще есть Брюкнатюр. 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 О, Брюкнатюр. Ням-ням-ням-ням. Вот, ну, хорош, хорош. Ну, вот оправдалась кава, благодаря Фрешенету. Давай делаем глоток. Да. Слушай, ну, мы, конечно, совсем их уже затеплили. Да. Ну, ты знаешь, даже несмотря на то, что оно не доохлаждено, все отлично со свежестью. Ну, вот для меня все-таки здесь главное это минеральность. Потому что она сейчас в послевкусие пошла. И вот то, что ты называешь порохом, это кремниевость такая. Вот она есть в ретро-назалке, она, знаешь, и она сопровождает, и, конечно, это гастрономия. Я думаю, это что-то, можно пробовать уже что-то там и перченое такое с каким-то вот... Меня мой, так сказать, сотоварищ-соведущий Коля, вот, который у меня появился в первом ролике, он такой кулинар. Вот, и он готовил такую интересную... Да, а ты что? И, кстати, холостяк. О, надо приглядеть. Да, надо приглядеть. Пойду смотреть первый выпуск. Да, иди, посмотри. Вот, и, значит, он приготовил такую закуску с белым перцем. Там морковь карамелизированная. Вот, и я думаю, что вот эта морковь карамелизированная с белым перцем, вот она бы сюда, например, пошла. Почему? Потому что вот это белый перец, он дает такую пыльную, такую вот, знаешь, ноту. И она очень хорошо будет с минеральностью сочетаться, вот с этим кремнием. Классно. Ну, фрешенет хорош, вот. Ну, на самом деле, поиск в кавах тоже, ну, я имею ввиду вот поиск там своей кавы какой-то вот интересной, он тоже имеет место быть так же, как и в креманах. Да, мне кажется. Ну, я могу сказать, что 20 лет назад, я пробовал фрешенет, он был вот прям таким же. Вот, кордоннегра. Стабильность. Да, а стабильность наша все. Потому что часто бывает, что там бренды меняются, портятся. Ну, вот я говорю, я вначале, ты еще вообще... Под стол. Да. С пышком. Все знаю. Вот. А я уже торговал вином тогда. Подела, девчонка. Вот. И мы... Я тогда уже фрешенет гордоннегра. Сейчас я с удовольствием ностальгически вот этот вкус вспоминаю. Вот, ну... А я сейчас вспомнила, знаешь, что мы как раз в Испании пробовали фрешенет, он там что-то стоит около 10 евро. То есть это даже много для кавы. Там просто можно взять каву за 2 евро, она будет замечательная. Я помню, мы взяли фрешенет и говорим, ну, сегодня у нас устрицы, возьмем фрешенет. И ты знаешь, он нам не понравился. И мы брали вот этот вот как раз гордоннегра. Я сейчас вот только вспомнила, что-то ты начал рассказывать про него, про то, что стабильный. Ну, тут, конечно, не угадаешь. Ну, может, там вечер не такой был. Да, тут еще зависит от того, какое настроение было, какая компания была, какие устрицы были. Вдруг какие-никакие. Нет, устрицы были замечательные, свежие, выловленные. Мне кажется, что к устрицам он должен очень хорошо зайти. Очень хорошо. Вообще кава с устрицами, вот какая-нибудь покислотнее, поярче, посвежее, она просто замечательная с устрицами. Вообще, вот там, где ты находишься, пить напиток вот этой местности, это вообще кайфово, мне кажется. Да. Потому что и виноград тоже не дурак, он же знает, где расти. То есть там, где он сотни лет, он выжил и, так сказать, сохранил себя. Точно. И вино из него, это все вот вместе оказывает такой какой-то вот единый комплекс. Теруар называется. Да вообще, не говори. Да. Так, Каслечка, ну давай, давай мы, знаешь, как на дегустациях. А теперь попроси тебе себе налить наиболее понравившегося вина. Так, у нас правильное название производителя здесь. Гранд Кюве. Как он? Кто здесь производитель получается? Нет, ну у нас вообще Эмери это называлось. Вино Игриса белое будет Гранд Кюве Креман де Лему. Да, Эмери это производитель у нас называется. Просто они здесь не написали, не знаю почему. Я не понимаю, вот как узнать людям, вот. Потому что здесь тоже получается Гранд Кюве просто написано и все. Собственно, название маркета торгового какое. Да, да. Изготовитель Лёв Нерон Дю Сьёр Дарк Сосиете Кооператив. Короче. Короче, здесь реально Гранд Кюве. Вы просто запомните. Но вообще я знаю этого же производителя, это же Виноторговая, возят. Эмери называется. Я как раз прям на днях проводила дегустацию игристых, давала крема. И вон там черная этикетка Эмери. Практически то же самое. Почему здесь это называется Гранд Кюве, мне не очень понятно. Вот. Я думаю, что ориентируйтесь на дату 1531. Вам должно это... 1531. Давай мы его нальем. 1531. Я во-первых, давай теперь тебе расскажу про свои оценки. Да, давай, мне интересно. Ну смотри, вот эта наша розешка, по моему мнению, это 4.0. Просто хорошо. Он сайдер нашего вечера сегодня. Да, да, да. Значит, розе Леопольд Лиман 4.0. Так, теперь давай разберемся. Да, все-таки я хотел бы давай вот этому 1531, я дам золото. Да. В моем понимании это золото, это 4.6. Да. Реально золотая медаль. Вот. Ну, наверное, вот этот парень для меня серебряный Леопольд Лимон. То есть это 4.3. А вот по поводу Фрешенета и вот этого парня Риктимана, я пока думаю, да. То есть где-то для меня они между серебром и золотом. Вот. Но в моей шкале нету как бы компромиссов, понимаешь. И поэтому давай мы с тобой решим, куда мы их отнесем все-таки. Ну, смотри. У меня точно, да, первое место это наш прекрасный Кремандо-Лему. За очень много. За что? За тельность, за структуру, за свежесть. Да, он шикарный, шикарный. За вообще гастрономию. Все прекрасно у него. Вот. Второе у меня, я вот не буду, да, там 4.5, 5.0, 6.0. Я просто свои места вот скажу, какое у меня сердечко запало. Больше-меньше. Второе, я бы, наверное, отдала место Кави. Ты знаешь Кави. Потому что вот эта вот минеральность. Дерзость. Дерзость какая-то, да. Нетипичность, возможно. Ну, прям классно. Мне очень понравилась Кава. Вот. Третье место. Это белый. Это брюд. Подожди. Все-таки Бордо или Ильзас? Бордо. Бордо. А для меня Ильзас? Нет, для меня точно Бордо. Почему? Потому что Бордо более строго. Ильзас. Ильзас. Вот эти вот сладости оставьте. Вот это вообще вот это. Да, да, да. Все эти рюшечки. Лепнина, рюшечки, бароккоро. Оставьте куда-нибудь в другой вид. Не, ну правда, мне больше... Вот я игристые ценю как раз за вот эту вот структуру, за тело, за вот эту вот комплексность. Не увидела я этой комплексности в Ильзасе, хотя Ильзас хорош. Мне кажется, Ильзас вообще для... Знаете, кому классно, кто любит просека, но при этом хочет переходить постепенно на классику. Креманы. Да, на креманы. Ну, на классику вообще. Ну, да, да, да. Вот. Это прямо идеальный вариант, потому что здесь есть такие вот... Для начинающих. Да. Какие-то вот фруктовые составляющие хорошие, и при этом это классика. Вот. Ну, разешечка, да. Разешечка, что-то чуть-чуть. Аутсайдер, да. Да, разешечка. Ну, смотри, ну, я вот с тобой только не соглашаюсь по вот этим. Я бы их поменял местами в рейтинге Леопольда с Ратиманом. В общем, мне Ратиман больше понравится. Ну, на мой вкус. А в вкусах не спорят. Вот. Ну, ты специалист, как известно, более крутой, чем я, потому что я поверхностно, а ты все в глубину копаешь. Тут специалистов нет. Тут дело вкуса. Что больше нравится? Ну, нет. Как раз эксперт должен... Судья всегда оценивает объективно. Но все-таки я думаю, что это точно 4,6. Это тогда этим ребятам я тоже дам по 4,6. Все-таки они, ребята, на мой взгляд, золотые. А вот этим ребятам я дам на 4,3. А это 4,0, да. 4,0. Да, 4,0. Да, 4,0. Вот. Ну, потому что все-таки, да, ты права насчет кавы. Кава своей дерзостью, она так прям приятно к себе расположила. Да. Этот парень лидер вне всяких сомнений. Да. Вот. Ну, я, кстати, там видел креманы и по 2,5, и по 5 креманы были. То есть, ну, в принципе, это уже не альтернатива шампанскому, а это просто как будто что-то какое-то другое шампанское. Астричка, давай будем финализировать. Да. Я хочу поднять бокал от этого нашего 1531 за наступающий Новый год. Да. Мы же не просто так тут в шапочках красивых. Поздравляем вас всех с наступающим. Желаем вам исполнения самых-самых заветных мечтаний. Вот я мечтал. Послите мне красивую соведущую. И мне, видите, послали. Вот. И всем вам пожелаем огромного счастья в следующем году, чтобы все какие-то неприятности, которые преследовали нас в этом году, нас и всю страну, и все страны окружающие нас закончились. Вот. Чтобы воцарился мир, да, на земле. Вот. И пожелаем здоровья, Астричка, и тебе здоровья особенно, моя хорошая. Да. Все, ребята, с Новым годом. С Новым годом. У-у-у-у. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok